Я хотел бы, может быть, бросить в топку нашей беседы, да, некое материалистическое замечание. Ирина Стеблова, тоже собеседница из блога, она пишет, формула успеха – самый сложный вопрос. Составляющих много. Трудолюбие, упорство и риск, и ответственность, и образование, и отношение к людям, да и много чего. А вот пропорции каждый определяет сам для себя. Что вы сказали по этому поводу? Я могу сказать, пропорции жизнь расставит. Пропорции ты сам никогда не расставишь. То есть ты не сможешь сам определить? Ты не сможешь никогда сам определить. Но я сказал уже мою позицию, по моим оценкам, 30%, 25% зависит от собственной потенции. Все остальное определяет внешние условия. Обстоятельства. Обстоятельства, внешние условия, там много вещей. Поэтому, как бы ты ни... Это хорошо, что человек определяет, в принципе. Любая устойчивая конструкция, она с точки зрения определения, если что-то ты определил, ну ты, по крайней мере, понял, в какой системе координат ты находишься, ну и каким инструментарием ты будешь пользоваться для того, чтобы достигнуть своей цели, либо... Но трудолюбие в основе? Трудолюбие в основе. Без труда, как говорится, не вытянешь рыбку из пруда. Как правильно, да. По всем этим критериям могут величайшие монстры человеческие тоже отвечать. Они бывали трудолюбивыми. Абсолютно плохо. Да, то есть и Гитлер, и Сталин... Но Гитлер был успешен. Да. Гитлер был успешен, начиная, правда... В кавычках... Не в течение всей жизни. Да. Закончил он достаточно плохо, но какое-то время он был успешен. Можно быть успешным, да, но в деле, скажем, недобрым, нехорошем. Да-да-да. И отвечая всем критериям, которые вы назвали. Чего-то не хватает еще, чтобы определить... Успех. Возвращаемся к цели. Да. Цель. Цель должна быть моральная. Цель должна быть высокая. Цель должна быть хорошая. Я бы сказал так, цель должна быть общественно полезной. Вот на самом деле, да, успех каждого из нас определяем не мы, а окружающие нас люди. Бывает, что иногда не совсем добросовестно эта оценка происходит, но даже по стечении времени все равно, рано или поздно, мы получим ту оценку, которую заслужим.